здравствуйте уважаемые зрители мы сегодня находимся на диком пляже в голубицкой на еще на еще на еще и ешь обратите внимание я покажу вам дорогу как туда ехать оттуда ехать и берите с собой что-нибудь покушать тут много смотрите животных у нас здесь их подкармливают каша на это базе но все равно я всегда беру они всегда с удовольствием кушают а мы едем будем смотреть дальше это секретное место находится рядом с голубицкой посмотрите здесь места есть сейчас как всегда раннее утро я пробираюсь специально для вас обратите внимание здесь можно ловить рыбу и покормить собак и котов вот это собака родила видимо не дал у нее щенята но здесь хозяин кормит охраняет этот объект и накормит они сытые здесь я так иногда бывают когда подкармливают чуть-чуть люди кто знают эти места посмотрите едут туда на машине я буду вам сейчас показывать даже двумя машинами едут отправляемся вот они счастливчики дорога здесь идет такая грунтовая сейчас летом ее немножко подразвили но одновременно и укатали мне на велосипеде здесь вообще идеально ездить по таким горочкам очень хорошо получается едут занимать места с утра вокруг вот такая красота кругу и рыбаки рядом есть какие-то полузаброшенные базы тут вот смотрите яхточку ремонтировал интересно посмотреть тут можно люди вот так вот с утра на рыбалочки здесь полно полно хорошо с утра комаров нет тишина с детишками стоят вот там вот впереди у нас портим рука это вам как ориентир здесь везде налево уходят такие как бы спуски пляжу вот сюда и нужно ехать еще есть ближе голубицкой я на обратной дороге буду вам показывать эти машины туда сворачивать там еще дальше есть спуски может нам свернуть мы поедем здесь будьте аккуратнее только а ветки не поцарапать и свои машины нужно быть очень аккуратным о какой пес видите здесь хорошо отдыхать с собакой вы точно никому мешать не будете я не ожидал здоровенный пес вот посмотрите где это место вот это все палатки сейчас прокачусь покажу здесь тоже рыбаки очень многие спрашивают где это место я вот опять именно поэтому сюда и приехал хочу вам показать друзья вот здесь все бесплатно многие люди боятся ехать как здесь жить как тут палатку поставить и так далее вы посмотрите сейчас как люди живут я надеюсь вы тоже сможете так сделать единственный минус сейчас это конечно мусора прибавилось очень сильно сожалению большому но вынужден вынужден это сказать и вот там вот у нас порт заход в порт стоят сюда на рейде разгрузку платформа тоже не спрашивайте что это раньше качали по одним данным тут нефть пытались найти по другим воду хотели качать и причем это я в интернете копался вот нашел такие разные мнения а толком ничего не написано точно к сожалению вот такой дикий пляж у нас мне здесь очень нравится а мы сейчас поедем подальше посмотрим дорогу и не забывайте я вам покажу заезд из голубицкой сюда а ближе концу видео как раз чтобы вы понимали саму дорогу а там заезд уже просто будет вы поймете сразу некоторые люди вот так живут в автодомах в автодомах вот тоже хорошо здесь сейчас несколько наших зрителей живет я вчера у них был в гостях сниматься они к сожалению не хотят но ничего страшного не все люди могут так на камеру разговаривать на 7 главы стесняются ну это понятно ладно а мы едем дальше смотреть я буду ехать сразу потиже хотя здесь собачка меня уже запалила и гавкала на меня вот видите ничего сложного нет даже мусор углубого вот ребята кто живете здесь да так смотрите вокруг полотки хотя бы вы увидите за собой знаю вот такие туристы кто выезжает дальнюю дорогу они никогда не мусорят все убирают пакетики и выбрасывают вот видите здесь мусора очень много сейчас забывалось я должен показать сожалению все равно согласитесь бесплатно на берегу моря как он не хитрый быт видите как хорошо а здесь живет один интересный человек у него есть канал нойтюви люди вокруг себя они убрали здесь территорию я так вижу в основном сейчас поснулись женщины они готовят завтраки каждой палатке обязательно кто-то сидит чистит картошку мусора конечно блин вот я сейчас покажу место где 50 мешков убрал ну это вот за полдня у меня получилось я считаю что вот ребята кто с волоками здесь живет тоже можете здесь тоже пооборот потому что это на самом деле несложно и вам будет лучше здесь жить вот так вот здесь живу даже солнечными панелями просто идеально представляете как хорошо я специально так тихонько разрываю чтобы тут не побудить людей кстати кто будет вот сюда приезжать летом вы должны понимать что здесь есть запах вот туда подальше есть очистные сооружения и вот сейчас запах здесь распространяется слава богу они не сливают в море прокуратура тут над этим поработала а еще несколько лет назад было дело у них тут такое я сейчас замерю температуру воды воздуха и пойду покажу но чтобы вы понимали вот эти вот и ставьте вот эти палатки вот если посчитать раз два три 4 5 6 7 вот с этого кусочка я убрал 50 мешков мусора весной потому что мы весной здесь очень любим отдыхать сами и сами понимаете здесь конечно по стеклам ходить кто-то еще разбил стекла в том году именно это место кто-то ну испоганить хотел я не знаю зачем есть такие люди как хейтер на канале знаете им все не так все не редак вот тут также кто-то стекла наколотил чтобы люди сюда не приезжали одних вот только осколков я собрал два мешка это у меня есть видео на канале можете тоже посмотреть десант на азовском море вывозили здесь татьяна виктором помогла мне вывозили машиной ездили очень долго на помойку увозили какие вот интересные дела напомню сейчас где-то 7 утра 25 и 2 температура воды 27 и 9 воздух 82 процента влажность влажность действительно очень большая сейчас вот еще хочу показать вам медузы есть но мне один зритель писал вот там вот говорит ну вот а наши зрители которые здесь живут он я не буду сейчас и беспокоить что ближе туда к пирсу кому разрушенному есть медуз больше а вот как отходишь голубицкой их меньше вот что интересно но я сейчас подойду так посмотрю вот хочу вам палаточки тоже показать в общем вот туда я вам не советую ехать далеко там песок вы можете застрять у кого машина непроходимая это тоже опасно будет для вас и еще запомните друзья кто застрял не газуйте сразу либо идите люди вас вытолкают вот эти вот палаточники либо просто коврики я здесь уже я не знаю сколько человек 12 если не больше уже вытащил это наверно только за этот год потому что они постоянно здесь также и сам попал ловушку свое время audi 80 она хорошая машина переднеприводная но все равно она не такая проходимая как вот как него например поэтому и пришлось метод также барахта свои веточки подкладывал все такое но потом вспомнил наш способ это еще из карелии оневское озеро там тоже песочек и там мы выезжали также коврики под колеса бросаешь и все наше бывает такое что вы можете приехать и не быть никого не людей никого просто будет пусто и помочь вам будет некому вот такая вот интересная картина это все бесплатно никто здесь деньги не берет кто-то будет верю закопал в песок не знаю зачем может антенну делали для интернета очень вот такая вот ситуация здесь я сейчас вам еще выйду покажу дорогу вот эту где можно забуксовать чтобы вы тоже понимали вот сейчас мы даже а шуметь нельзя жалко я буду тихонько говорить эти как лесу машину утоплено так вот заезжать опасно здесь смотрите вот дорогу недавно еще была такая же песчаная сейчас ее тут уже подукатали заезжать можно а весной здесь за пять секунд можно было вообще засесть так что в утро коронкого вытаскивать просто когда машина на днище садится поэтому будьте аккуратны здесь видите следы от прошлых так сказать да здесь героических усилий людей прекрасно просто прекрасные сам люблю в палатке есть очень много минусов такого отдыха но плюсы перевешивают и вот еще хочу вам сказать смотрите здесь такое густо населенное место получается а вот там вот дальше я вам сейчас буду показывать еще съезды там пусто практически ну тоже люди есть но не так все почему-то сюда прут можно еще понять эту рыбалочка витекут каналы идет то есть река кубань вот я не не сказал наверно вот там вот река кубань впадает видите вот где корабль выходит вот там вот вот в той стороне впадает кубань в азовское море вот многие очень хорошо устраиваются вот такие шатры у кого есть возможность дешевые покупайте сюда обязательно это спасение будет от комаров один человек написал что на берегу моря комаров нет только у вас камыша голубицкой я не знаю бывал ли он вообще здесь на зовском море если бы бывал бы он такой бы не писал тут на море комаров я не знаю раз пять больше чем у меня во дворе хорошо вообще хорошо мне очень нравится вот эти вот солнечные батареи раньше к тому ездили часто они бы не очень пригодились сейчас уже конечно не надо но хотят все равно так тогда где-то вот так остановиться крыму на пример там и вообще есть идея сходить до там они пешком и снять вам там хочу видео что и как происходит и может быть еще есть какие-то такие места бесплатные сейчас я еще объеду с этой стороны покажу только что вот слева я шел с море мусора конечно опять здесь уже тонны да конечно людей здесь вот здесь чисто смотрите ребята взяли просто походу сами убрали но толчок я дал представьте вы было так вот так весной а вот потом стало когда убрал вот так мне здесь очень нравится все равно очень хорошо все равно здесь ребятам привет мои зрители здесь стоят вы узнали свою машину вот здесь есть собаки они даже живут вот в таких местах здесь они кормятся я тоже приезжают кормлю когда здесь бываю в этом месте сейчас они здесь сыты очень много людей поэтому все в порядке не переживайте взял вот как раз сейчас я покажу дорогу нашим новым можно сказать знакомым они сюда приехали посмотрите вот что здесь творится вот ромариука привет вам вот кстати авиас вижу может я еще заеду помахал рукой мне нужно сейчас людей проводить будет как раз на более-менее получше место потому что здесь действительно уже концу лета я почему предупреждаю пахнет канализацией это огромный минус а вот как раз подальше это и можно сделать там будет у нас почище и ближе к голубицкой немножко выезжаем опять по дорожке когда здесь чисто здесь просто уникальные места очень красиво приятно очень здесь находиться можно брать велосипеды байки у кого есть и погонять как я показал здесь погрязнее ребята но плюс рыбалка в этом канале но туда куда мы сейчас едем там тоже рядышком ребята едут за мной сейчас я вам покажу их не хочу чтобы они там жили в этом месте пока грязно и туда на выходные приезжают много людей очень будет шумно ялочки выпиваночки мурманчане даже здесь мурманчанам привет вставляете вот они везде стоят машины вот вам вот обратите внимание мы едем в сторону голубицкой вставляете вот так вот и получилось хорошо вот допустим одно из мест можно проехать это вот такие съезды вяжу еще есть давайте заедем посмотрим я сейчас им покажу вот это место еще а если хотят они потом выберут там дальше получается как куда тоже на любой вкус люди могут выбрать поэтому от ромарио к вам привет посмотрите вот есть получше места пожалуйста приезжайте сюда вот посмотрите здесь еще одно место тут очень часто мои зрители тоже надеюсь этим людям я немножко тоже подсказал и вам хочу подсказать смотрите как здесь хорошо просто мальдивы какие-то нормалевка не мучитесь там вы приезжайте вот сюда будет хорошо здесь я вам сейчас покажу даже здесь пляж другой совершенно вот люди у кого машины таки по проходиме посмотрите даже на сам берег выезжают и катаются сейчас сожалению вот уже конец лета это место дикий пляж оно немножко уже так людьми очень заюзано так помягче скажем вот посмотрите здесь даже уже пляж другой почище там видели он был темный здесь вот такого цвета песочного такой как он и должен быть самое главное это есть сама возможность остановиться бесплатно именно для этого я вам все и показываю наши голубийской кто не сможет пожалуйста жилья очень много вот она впереди голубийская ее видно можно встать вообще с палаточки вот там дальше я сейчас тоже прокачусь и покажу вам и сам заезд конечно же а море сегодня посмотрите какое прекрасное немножко облачка есть но это абсолютно не страшно неважно они сейчас как обычно у нас днем разойдутся вода прозрачная шикарная просто удивительная а мы едем дальше показывать я сейчас объяснил тоже ребятам там по моему одни девушки в машину что вот можно еще съезды на те съезды которые вот подальше съезжать и выбирать себе место по душе то есть выбор есть просто огромный выбор а вот еще например дорога тоже можно туда заехать посмотрите тоже я для вас сейчас специально тоже прокачусь дорога здесь укатана хорошая небольшой здесь есть подъем но тут любая машина есть проблем нет вообще посмотрите сколько здесь много еще мест и это не все сейчас мы еще туда подальше прокатимся я вот этим девушкам сказал что они могут еще сюда приехать но они сами выберут место вот тут уже видите здесь получше потише больше деревьев абсолютно безопасно потому что среди людей вы с вами понимаете да безопасно находиться мусора в разы меньше просто в разы главное посмотрите вот какие виды здесь и тут обязательно нужно брать с собой велосипед можно гонять голубицку там за продуктами зачем-то еще вот еще дорога смотрите есть места очень тихие так вот можно встать если когда ветра спрятать палатку от ветра в общем очень-очень-очень много плюсов а здесь посмотрите кто-то уже кидал под колеса видите не катайтесь везде где попало а тут люди уже застревали кидали под колеса чтобы выехать различные предметы но я уверен что сами они не выбрались далеко им кто-то помог сто процентов я здесь уже этого насмотрелся вы себе представить не можете еще такой интересный сегодня эффект какие-то мушки летят или что-то непонятное такое по пляжу я еще хочу попросить вот некоторых блогеров наших гостей голубицкой показывайте пожалуйста не только вот там где плохие места вот вы где стоите на время на палатке ну с палаткой и вы показываете там все ужасы и прелести этого места а вы просто меня спросите где я Василий еще есть места в голубицкой хорошие чистые там веками там годами там уже все так засрано я говорю я вот убирал там мусор вы можете ролик посмотреть это просто катастрофа там была это все конечно от людей зависит но все равно вот посмотрите да дикий пляж чистый обратите внимание чистый да и море чистое хорошее и медуз здесь нет вот тоже посмотрите вот там я когда был в начале пляжа медуза да побольше но этот человек мне правильно сказал там вот говорит побольше а здесь на этот пляж поменьше медуз но вот все равно такие вот интересные места у нас голубицкой сейчас я подъеду вам еще покажу где заезды самой голубицкой и попрощаюсь с вами а пока да вам немножко послушать море кто досмотрит до этого момента тот счастливчик и и и Продолжение следует... Красота! Ладно, а мы едем. Буду вам показывать. Так что, друзья, пишите, пишите мне. Не мучайтесь и не мучайте своих детей. Голубийская это просто огромная, огромная, я не знаю, это курорт для всех. И бесплатно, и платно, как хотите. С той стороны Голубийская есть. Тоже бесплатно, это кемпинги, пляжи. Не нужно ютиться вот в каком-то одном месте, таком известном. В общем, вот такие дела. И вот, посмотрите, дорога дальнейшая. Вот я только что здесь был, а вот по дороге. А вот и Голубицкая рядом. Рядом будет ходить в магазинчики и на развлечения. Я сегодня так снимаю, как бы задом наперед видео. Не оттуда дорогу, а отсюда. Потому что я уже несколько раз показывал, друзья, дорогу с этой стороны. Я не знаю, как-то люди, может быть, ну не понимают они все равно. Вот теперь покажу из золотого места, да, дорогу назад в Голубийскую, чтобы вас сюда тянуло. Этот райончик находится за районом Кавказ. Но он и есть, наверное, район Кавказ. Посмотрите, в навигаторе вы можете вбивать, допустим, здесь вот Блазурный 225. А давайте я здесь остановлюсь. Эта улица, ну, вам будет проще, наверное, так, да. Блазурный 225. И вот смотрите, здесь вам ориентир. И вот туда вы едете по грунтовке. И там вот эти повороты пошли. Если кто-то хочет на тот пляж, на последний, вы можете туда поехать дальше, до упора. А кто хочет вот здесь поближе, к самой Голубийской, покайфовать, вам сюда. На этом я хочу попрощаться. Всем сказать удачи, счастья. Этот дом находится, я говорю, вот в районе Кавказ. Крайняя точка практически. Новостроечные такие земли. Всем до свидания еще раз. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки. И пишите мне чаще. Я буду вам показывать дорогу, если нужно кому-то. До свидания еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok